Недели ранее Якутск принимал гостей 4-го Всероссийского съезда оленеводов. В столицу республики приехали представители отрасли из 18 регионов страны. Четыре дня на разных уровнях они решали будущее оленеводства. В первую очередь говорили о проблемах и их много. Прежде всего это острый дефицит кадров и низкий уровень жизни пастухов. И вполне вероятно последняя это причина первого. Вместе с тем участники предлагали и решение этих проблем. К примеру, развивать предпринимательство в отрасли. Почему нет? Итоги всех четырех дней воедино постаралась собрать Александра Охлопкова. В оленеводстве в Якутии заняты около 2000 человек. 110 хозяйств, численность оленей стад превышает 150 тысяч. В республике создана законодательная база по развитию отрасли. Проделана большая научная работа, результатом которой стала обновленная методика по поддержке оленеводства. Результатом работы фактически стало, что финансирование этой области на 2017 год в целом увеличено на 23%, а субсидия на оленеводство фактически увеличилась в полтора раза. Встречи участники затронули тему подготовки кадров, привлечения молодежи в отрасль, ветеринарного сопровождения, социального обеспечения оленеводов. Сегодня оленеводство, это не только коммерческая структура, это на сегодня нашем регионе основа сохранения традиционного образа жизни. Я как представитель этого национальности, как руководитель, я понимаю, что будет оленеводство, будет язык нашего народа. Потому что это одно из самых основных факторов. Потому что люди все равно должны жить и иметь для этого деньги. А на сегодня оленеводство то направление, где можно человеку заработать и обеспечить свою семью. Наша очень большая проблема стоит по племенной работе оленеводства. Очень низкое воспроизводство оленеводства, очень низкий деловой выход тугутов. И вот на это дальше будем обращать внимание. И состояние ветеринарного обеспечения, и по усовершенствованию технологии введения этой отрасли, и по усовершенствованию самой породы. Также в рамках съезда с тремя районами было подписано соглашение с компанией «Алмаза-Набара». В этом году объем выделяемых на исполнение соглашений средств составит порядка 100 миллионов рублей. Направления использования этих средств по районам, они достаточно конкретные. Это софинансирование, участие в софинансировании тех республиканских программах, которые существуют и работают у нас на территории. Это и обновление жилищного фонда, это и транспортное обеспечение. Это, в общем-то, по большому счету, в большинстве своем инфраструктурные вопросы. Но кроме этого, в соглашениях есть пункты, по которым существует взаимное обязательство по взаимодействию с точки зрения трудоустройства местных жителей. В ходе мероприятия со стороны Илтумена были озвучены ряд предложений. Парламентарии предлагают во всех оленеводческих районах Якутии открыть школы ведения бизнеса с проведением мастер-классов из ведущих республиканских предприятий, в частности, компании «Таба». Мы договорились, уточнили, что к нам выедут на практику специалисты, студенты ветеринарии, заинженерии и переработчики. Потому что мы на сегодняшний момент развиваем переработку сельхозпродукции. Мы открыли рыбный цех, мы открыли цех глубокой переработки рыбы и мяса. В апреле месяце буквально открываем убойный цех. Поэтому для нас уже созданы условия для прохождения производственной практики для студентов Якутской серпозакадемии. Особый интерес вызвал посещение в концерн Сахабулт. Замша обладает удивительными свойствами. Она не боится воды. И самое главное, она изготовлена из оленей шкур. Такое производство уникально для России. Его запустили в Якутске всего несколько месяцев назад. Сырье фабрика закупает в других регионах. Поставщик-лидер – Ямал. В прошлом году у ямальских оленеводов приобрели 7 тысяч оленей шкур. Ну и сейчас вот идет как бы у нас реконструкция староубойного пункта. И в том числе и будет мини-кожеванный цех. Это у вас, я увидел такую махину, это аж дыхание у вас впирается. Это белая такая зависть. Молодцы. Вот поэтому уже созрел. Я с вашим директором очень хорошо знаком, поэтому я с ним отдельно встречусь. И как бы уже кадрового, после ввода вот этого мини-кожевенного завода специалистов своих будем к вам сюда везти на учебу, на практику и так далее. Стоит задача в том числе проанализировать и смежные производства, которые будут позволять оленеводам получать максимальную выручку за производимую продукцию. Это достойная цена за мясо оленя, это вторичная переработка кожевина, сырья. И то, что мы сегодня видим, хотелось сразу сказать, что власти региона прилагают немало усилий к тому, чтобы предприятие переработки работали. Мы считаем, что традиционно животноводство, медиа оленеводство, это уклад северных народов. И у нас есть сегодня все предпосылки для того, чтобы увеличить поголовье оленей. У нас есть все предпосылки изменить селекционно-генетическую работу. Ну, а как следствие всего этого сделать насыщение российского рынка продукции оленеводства и в том числе рассматривать ее как экспортный потенциал. Со всем этим стоит доходы аграриев. Большинство вопросов мог бы решить федеральный закон об оленеводстве, но он до сих пор не принят. Но, как заверил первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуав, долгожданный закон об оленеводстве министерство готово лоббировать в Госдуме. Министерство сельского хозяйства будет всячески содействовать реализации всех решений, потому что оленеводство является важной составляющей для коллеги народов севера, Сибири, Дальнего Востока. Помимо этого, во время пленарного заседания было отмечено, что в этом году субвенции оленеводческим хозяйствам в Якутии на возмещение затрат по содержанию оленей возрастут на 48% в этом году и составит 694 миллиона рублей. Я думаю, что будут вопросы решаться в лучшую сторону, обратить внимание на тех, кто, например, пострадал от промышленности, да, и может быть дадут какую-то, ну, как-то увеличат зарплату. Если будет, например, зарплата увеличена или какая-то помощь будет организована, тогда вот, может быть, будет какой-то стимул. Также участники вынесли предложение принять новую федеральную целевую программу «Молодой оленевод». По мнению народного депутата Елены Галамаревой, новую федеральную программу «Молодой оленевод» необходимо разработать по аналогии с проектом «Начинающий фермер для поддержки молодых оленеводов, выезжающих работать в Оленстадо». Традиционные знания, которыми обладали эти народы, в общем-то, на сегодняшний день крайне нуждаются в научно-техническом прогрессе. То есть должны дополняться новыми знаниями, новыми представлениями, умениями использования достижений научно-технического прогресса. Съезд, собравший в Якутии 300 представителей в 18 регионах страны, пролил свет на еще несколько глобальных проблем оленеводства. Финансовое подспорье из федерации получат эксперты АПК. Это новая программа правительства страны. В течение года Минсельхоз проработает проект, а в следующем принятии бюджета будут лоббировать возмещение капитальных затрат по возврату понесенных затрат по переработке. Помимо этого, в Якутии будет создан селекционный племенной центр, который поможет увеличить качественное поголовье оленей. Александра Хлопкова, Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем.